Лишены жилища, наши права грубо нарушаются. Нас обкладывают непомерными коммунальными платежами, выкидывают на улицу без предоставления иного жилья через договорное судилище. Приводится пример, они будут приводить конкретные. С людей собирали деньги за коммунальные услуги по 2-3 раза. Постоянно отключают воду отопления. Этим уже занимаются городские чиновники. Судебные приставы выставляют, настаивают на срочном отселении дома. Тех, кто не уходит сам, выкидывают, пытаются выкинуть на улицу. И так далее, перечисляются все проблемы. Концовка. Уважаемая Валентина Ивановна, разрешение сложившейся ситуации вне наших сил. Мы помним, что 3 года назад вы встретились с Сергеем Митрохиным. Во время встречи вы обещали, что поможете решить проблемы жителей бывших ведомственных домов. Но помощи мы так и не получили. Мы верим, что вы не исполнены этого обещания, потому что у вас были важные проблемы и так далее. Но наше положение усугубляется. Мы обращаемся к вам с вопросом о срочных мерах в отношении незащищенных граждан России, терпящих произвол чиновников при бездействии прокуратуры и поддержке судебной системы. Просим вас в ближайшее время встретиться с нашими представителями и СС Митрохиным для обсуждения выхода из сложившейся кризисной ситуации. Вот это обращение, которое я предлагаю подписать. Сергей Сергеевич, самое основное слово – договора социального найма. А я делаю свое обращение, я тоже его сдаю, я сдаю его здесь и официально отправлю через Мосгордуму, где тоже ей напоминаю, я уже не буду зачитывать. Давайте коротко. Выдужден вам напомнить, что три года назад, 12 июля 2017 года, мы встретились с вами для обсуждения недостатков программы реновации в Москве. В частности сообщил вам, что данная программа полностью игнорирует проблемы жителей бывших ведомственных общежитий. Во время встречи вы сказали, что можете содействовать решению данной проблемы, обратившись к мэру Москвы Собянину. Такое обращение действительно было направлено и на него получен ответ. Однако, с тех пор ни одно общежитие не было расселено. Ни одна семья, за исключением нескольких очередников, не сменила ужасающие условия проживания на благополучные. Их обращение сегодня, вот я пишу, сдано приемной Советы Федерации. Вот параллельно сдаем. Я пытался связаться с вами по данному вопросу через ваших помощников, однако до сих пор не удалось этого сделать. Между тем, ситуация обостряется. Люди готовы к самым радикальным действиям, несанкционированным политическим акциям. Надо запугать немножко. Прошу вас в ближайшее время встретиться со мной и представителями общежитий для обсуждения выхода из сложившейся кризисной ситуации. Это мое письмо. А сейчас просьба под этим письмом, которое я сначала зачитал, поставить подписи. На снегу, наверное, не надо. Сейчас мы тогда перейдем туда, под крышу. И там организуем постановку этих подписей. Форма здесь есть. Все, давайте. У меня вопрос, кто готов сейчас, кому все доверяют, готов стоять вот с листами, чтобы все по очереди подходили к нему и готовили под... Давайте, как вас зовут? Георгий. Георгий, хорошо. Вот, давайте, Георгий, я вам даю текст. Сейчас, сейчас, подождите, мы только жители общежития, просьба других не под... Так, это текст. Это подписные листы, вот. Помимо жителей общежития, тут еще один из позвоночника. Вот здесь, да. Тоже, тоже, да. Поэтому я прошу вас сейчас организованно. Георгий, заходите. В прессу я сейчас поговорю еще отдельно, отвечу на вопрос. Сергей Сергеевич. Проходите, я сейчас. Потихоньку проходите, подписывайте, у Георгия подписные листы. Давайте, проходим, подписываем. А не общежития? Отдельно поговорим, давайте. Мы сейчас решим сообщение. Подождите меня, подождите, поговорим. Я спрашиваю, когда я прошу тебя поставить. Я прошу тебя поставить. Я прошу тебя поставить. Наш плакат здесь. Я забыл. Нет, не случайно, давай. Как общежития? Как общежития? Здесь угла. Подождите, вот. Подождите, сейчас по очереди. Так. Сергей Сергеевич, а как в текстильшек у нас стоят дела? Плохо. Плохо? Ничего не решает. Ничего не решает. Ничего не решает. А на Верейской тоже плохо? Я взываю к разуму и совести Валентины Ивановны. На нее устремлены глаза сейчас не только жителей московских общежитий, но и всех российских. Саша, была официальная информация о моей встрече по данной проблеме. Она была опубликована в российской газете, по всем агентствам. Мы вот, я сейчас еще собираюсь, вот такой мы плакатик сделали. Напомнить ей, я в приемную собираюсь сдать этот плакат. Вот, я думаю, они мне не откажут, чтобы это до нее не дошло, это напоминание. Она мне очень понятно сказала, что займется этой проблемой. Это единственное жилье их семей. Требуем прекратить обездомливание. В стране правозащитники насчитывают до 7 миллионов бездомцев. Только потому, что надлость чиновников дошла до того, что они перестали исполнять закон, перестали заключать договора соцнайма. Кладут переселенческое жилье, на которое были выделены средства, которые люди заработали, еще раз повторю, тяжким трудом. Требуем договора социального найма. На нормативное помещение нам не нужны подзакончики, которые протаскиваются любыми методами, чтобы обездомливали людей. Требуем договора социального найма на нормативные жилые помещения, согласно жилищному кодексу. Люди по 30-40 лет живут в непригодных условиях и их выкидывают из жилья. Этого не должно быть. Но чиновники, которые ответственны за исполнение закона, никак не реагируют. Вот здесь представители, их только общежитие, они побывали даже в каталажках, потому что чиновники буквально заказывают людей. То есть года три назад мы вышли в пикеты перед мэрией, и нас попекли за то, что мы выступили против закона об обранжевании жителей общежитий. В стране порядка 6 миллионов жителей общежитий. То есть их планируют выкинуть на улицу. То есть это недопустимо, конечно. Вот это буквально два слова. На самом деле по 16 системным схемам людей обездомливают в стране. То есть вот здесь мы считаем не только от жилищного беспредела, который творится в общежитиях, но и люди, у которых жилье украдено рейдерами через микродоли. Люди, которые обезпомлены по другим схемам, но я думаю, что они сами готовы здесь рассказать о своей ситуации. То есть данное мероприятие, оно непосредственно связано с тем, что мы опять заявляем о том, что чиновники немыслимо издеваются над гражданами, лишая единственного жилья, лишая нормальной жизни. Люди, мало того, что не могут в таких условиях отдохнуть, нормально провести время отдыха после работы, после нагрузок, после этого тяжелого города, после той обстановки, которую нагнетают в стране. Их еще и выкидывают, выкидывают зимой. Это стало нормой выкидывания зимой в самой холодной стране мира из единственного жилья. Это должно быть прекращено. Я требую у чиновников высшей власти, у президентов, у спикеров парламентов, чтобы прекратилось обездомливание в самой холодной стране мира. Убирайтесь из своих дворцов на улицу и живите там! Прекратите обездомливать людей! Юлия Арто, активистка за права жителей и общежитий. Да, я забыл. Еще один материал я хочу сдать в приемную. Вот он так выглядит. Это напоминание Валентины Ивановны о нашей встрече и о том, что она фактически обманула сотни тысяч людей, проживающих не только в России, в этих домах-бараках, не только в Москве, вернее, но и в России. Я собираюсь прямо вот так ей отправиться. Вот надеюсь, что у меня примут такое послание, и оно дойдет до Валентины Ивановны. Сейчас пойдем проверим, как идет подписание обращения, и потом пойдем в приемную. Валентина Ивановна Ивановна Ивановна. Я вижу, стоит Валерий Зимовский. Здравствуйте. Добрый день. Почему вы сегодня здесь? Пришли, напомним, москопеденки о проблемах в Московском чужике. Дело в том, что три года назад в Валентина встреча с депутатом Мосгордовым и Сергеем Митрохиным госпожа Матвиенко обещала, что эти проблемы будут решены. Мы очень верим, что она реально пыталась выбрать свое обещание. Но очень важно, очень неотложные дела ее отвлекли. Тем не менее, людей просто наглую выкидывают. Отключают свет и электричество в Морозках сейчас в общежитии по 9-й улице Калины горы, дом 9. И вот мы пришли напомнить, уважаемые госпожи Матвиенко, что больше мы ждать не можем, и что мы очень хотели все-таки услышать и увидеть и участие в проблемах московских общежитий. Спасибо вам за комментарий. Ну давайте попробуем, может быть, поговорить с кем-то из жителей, самих общежитий. Опаздываю, что здесь своя тяжелая история. Давайте попробуем кого-нибудь. Те, кто подписывает. Сергей Митрохин просил именно жителей общежитий. Лидия, здравствуйте. А можете рассказать вашу историю, как вы превращаетесь в бездомного? Планомерно, потихонечку. У нас уже превратились в бездомных. А расскажите, как давно вы в общежитии живете? Я живу в общежитии с 96-го года. С 96-го года я живу, потому что мне дали там комнату, когда я устроилась на работу в Золон ЗВК Красной Суповки. Работали на этой фабрике я и две смены. Выполняли все получения. И когда встал вопрос в город, когда общежитие передали городу, получилось так, что наши документы все исчезли. И нас все и мы исчезли. Каким образом они могут исчезнуть? Это же регистрация. Ну вот так, потому что администрация нашей фабрики должным образом не передала наши документы в департамент городского имущества. Потому что ДЖП на тот момент, в департамент жилищной политики, ходили, переписывали нас, проверяли наши трудовые отношения, знали, что мы живем, проверяли все наши основополагающие документы. На основании каких договоров мы вселялись и как мы там живем. Начались с 12-го года суды. И нас выселили на улицу без предоставления другого жилья. В 19-м году мне с департамента городского имущества пришло уведомление о заключении соцнайма. Я подала документы опять заново в 19-м году. Они сами мне прислали письмо. И тут же во время пандемии они обратились в суд, что меня надо выселить. Вот нас по большому счету выселили. Его суду. А где же вы сейчас живете? Мы живем там же, в коридоре. У нас дела в апелляции. И вот, ну в общем, не знаю, не живем, а вот находимся, грубо говоря. И мы обращаемся еще раз с просьбой остановить этот предел. Суды и департамент вообще не учат. Ну вы что, почему не подписываете-то? Лидия, у вас очень просто в очередной раз с просьбой, с надеждой. Сергей Сергеевич присутствовал при нашем выселении. Он буквально видел, как нас вышвыривали. Он всячески пытался нас защитить, помочь нам. И вот мы в очередной раз пришли, что думаем, теперь Валентина Ивановна, которая обещала, может быть, поможет. Кто-то слышит. А я не с общежития. Хорошо. У вас очень грустные глаза, Лидия. Я слышала от Юлии, что у вас какие-то проблемы со здоровьем начались из-за вот этих вот постоянных нервных судов и так далее. У меня позвоночники, я вот в институте, еле-еле пересмегаю, и мне предлагают операцию на позвоночнике. Но я вот представьте, сейчас вот в этом я еще вообще обесплеженная буду после операции. Меня вот просто вынесут в подбор и положат. Вместе с крователем. И самое интересное то, что у нас требуют какие-то договора, какие-то койко-места в общежитии было. Обязательно. А вот этот красный сукончик, он существует до сих пор? Нет, он не существует. Фабрику закрыли. Фабрику шикарную, с историей фабрику. Не знаю, обанкрутили. Нет, там бизнес-центры сейчас. Они же нам необходимы. На месте исторической фабрике он с людьми стоит. Спасибо вам за историю вашу. Желаем, чтобы возвращалась ваша ситуация. Ну вот мы видим здесь большой азиотаж. Граждане подписывали обращение к Валентине Ивановне Матвиенко. Что делать нам? Напишите мне обращение к Валентине Ивановне Матвиенко. А мне я сейчас передаю. Устыло. Сергей Сергеевич. Где само обращение? Сергей Сергеевич, а каким образом Матвиенко может помочь решить эту проблему? Она третий человек в государстве. Третий человек. Она берет трубку, поднимает. Владимир Владимирович, у нас сотни банджей тысяч в стране. И проблем их не решает. Особенно в Москве. И бросает трубку. Вот так решается проблема. Очень просто. Ручка есть? Да, да, есть. Ручку куда дели? Ручки все пеши. Ну, видите, какая здесь тяжелая ситуация. Здесь нет места. Столько желающих. Азиотаж большой. Не менее 50 человек сегодня пришли сюда. В приемной Валентины Матвиенко. Хотят передать обращение. 42 человека подписалось под обращением. Уже я вижу. Я по этическим соображениям не буду показывать сам подписной лист с фамилиями, подписями и номерами телефонов. Вы на меня напишите заявление. Заявление на меня напишите. Вот, Мария вам даст адрес, ей пришли. Вот она, вот руку поднимает. А кто еще готов рассказать свою историю, как они могут остаться без жилья? Только первым делом надо будет в состоянии. А у нас там вообще в разрушенном состоянии, и всем пофиг. Вот будет сенсация, будет это самое. Это в Москве. А что за пределами? Это красные. Это красные. Здравствуйте. Вы, случайно, не из трехгорной фабрики, нет? Здравствуйте. Нет, не из трехгорной фабрики, но общежитие тоже ведомственное. Тоже общежитие выселяют, разрушают? Ну, выселяют, выселяют из общежития. У нас ведомственное общежитие. Общежитие на балансе находится у Федеральной службы исполнения наказаний. Бывших сотрудников оттуда просто выметают метлой. То есть больше фактически слуги режима отслужили, и все. Отслужили, прослужили больше 20 лет, и как только заканчивается служба, заканчивается жилье. Даже вне зависимости от того, что люди вселялись в 90-х годах. Мы живем там с 97-го года. Нам не дают возможности заключить договоры социального найма. Да, мы вообще для них никто не живцы, не никто. То есть все время проходят суды, судами людей, выселяют людей, выселяют детьми на улицу. То есть вышел человек на пенсию? Да, и освободи молодую сотруднику места. Вне зависимости от того, что мы вселялись в квартирам. А какие-то обещания давали вам перед тем, как его принять на работу? У нас три очереди жилищных очередей. И обман со стороны государства. Мы пытаемся до них тоже достучаться. Никакого жилья нам не предоставляют как такового. Очередь замерла. И одна, и вторая, и третья. Сейчас якобы разрабатывают какую-то военную ипотеку. Но это все обман. У нас 64 тысячи сотрудников, семей состоят в очереди во всей России. Стоят в очереди по 10, 20, 30 лет. Некоторые по 40 лет. И ничего не получают. Вот все обещания. В законе прописано право, но при наличии финансирования в порядке очередных. То есть, как нам говорит наше руководство, это право необязательно. Не будет еще раз. Вот так. А что у вас за училища? Не потеряйте, пожалуйста, на листы. Мы ради них пришли и все равно, но роботы. Я вас не знаю. Здравствуйте. Ну, например. Уважаемые граждане, те, кто подписался здесь, и у кого свои обращения есть по своим общежитиям, вы можете проходить и сдавать свои обращения. А это в Георгии, берите, да. Кто не подписал общее обращение, прошу поднять руку. Жители общежития, не подписавшие, еще пока общее обращение. Значит, все подписали? Хорошо. Тогда я давайте... Ну, вот входа за полиция. Очень-очень много против, чтобы три года... Давайте общее собрание, общее собрание. Давайте, ваше придурок. У вас есть все ваши телефоны. Маша есть. Мария, еще раз обращаетесь. Мы тоже с вами хотели бы... Ваш шоу... Встретимся обязательно. Вот, запишите, вот, вот, Мария. Сергей, Сергей, в каком общежитии в Москве сейчас самая острая ситуация? На Ваш взгляд? Нельзя такие выбрать, но я знаю такие адреса, как... Трехгорка, общежитие на Пресне, Ставропольская, 17, где дерьмом затапливают дом в цели выселения людей. То есть, отделается намеренно? Да, Соколиная гора... Значит, 9-я парковая, где обещали соседний дом расселить по инновации, а потом кинули. В Учетичи недавно вот пытались выселять людей. Мы остановили это забрать. Соколина, я сказал, да. 9-я Соколина. Так что, вот вам скажут. Ростокинская. Это я там у вас вскрывал квартиру. Ментовскую. Расскажите, какая у Вас ситуация сложилась? У нас ситуация? Мы с общежития, которое находится на 9-й улице Соколиной горы, дом номер 9. Сейчас нас выселяют по суду первой инстанции. Но даже пристав получил распоряжение о нашем отсрочке выселения, приостановлении нашего выселения. Так как у нас отопления горячей и холодной воды уже нет давно. То есть, отопления вообще с начала отопительного сезона нет. Жилищник периодически то подключает нас за таблиц. В общем, этот дом делают специально аварийным до такой степени, что вообще там нереально такие фотографии присылают в суд. В общем, на фоне этого всего, вчера мы ждали приставов. Но так как было приостановлено наше выселение, пристав, естественно, не приехало. Но зато жилищник, управа Соколиной горы, а также префектура ВАУ, представители оттуда, они отрезали последние наши коммуникации, то есть газ и электричество. Вот. В таких условиях... А как же вы обогреваетесь? Нигде. Под одеялами, как говорится, мы просто мерзнем конкретно. Нас просто как вымораживают из этого дома. Думаю, что, да, стены проморожены насквозь, канализация не работает, трубы все стоят, лед стоит. Ни батареи не греют, нам очень холодно, нам невозможно жить там. Мы замерзаем. То есть законные представители по нашему гражданскому делу отсрочили. Сам собственник ВГИ сказал, чтобы прекратить пока выселение, приостановить. Но зато все остальные, они возобновили себя какими-то законодателями, а не исполнителями законной власти. И, в общем, вот так вот над нами издеваются, как фашисты. То есть они это делают стихаря, без предупреждения. Все отрезали, все отключили. Сегодня мы приходили в управу, вот втроем, три женщины. Пришли в управу, нас туда не пустили, сказали, что приема нет. Ну, естественно, мы охранник попросили, чтобы они пригласили кого-нибудь из управляющих. Или главы управы, или заместителя. Да, глава управы Махов, и также его заместитель Михалев. Они были на месте, они не вышли. Три раза охранник поднимался к ним, через секретаря, как говорится, приглашал к нам, к трем женщинам, двое из которых пенсионерки. Но они почему-то то ли побоялись, то ли не посчитали нужным выйти к народу и, как говорится, с нами поговорить. В итоге они вызвали полицию и Росгвардию. Когда Росгвардия приехала, благодаря Росгвардии, все-таки мы добились, чтобы Михалев к нам вышел. И когда мы уже поговорили с Михалевым, в общем, он нам ничего такого, как говорится, не сказал хорошего. То есть полицию и организации. Он просто смотрит. Коммерка и промгаз. Они отключили, а не мы. А мы говорим, указание от вас поступило. То есть по факту управа вас отключила? Да. Мы не знаем, кто нас отключил, они ничего не говорят. Чиновники скрывают информацию, хотя чиновники не должны этого делать. И мы сказали, что так как они скрывают информацию, мы не скрываемся. Мы сегодня идем на прием к Матвиенко, и мы донесем дальше то, как они работают. То есть практически не то, что работают, а как они бездействуют в отношении нас. И почему они берут на себя... Самоуправство. Да, самоуправство занимаются, как говорится, на себя выполнение закона. Хотя и исполняющий власть. То есть законники приостановили наше выселение, а они почему-то взяли на себя полномочия оставлять нас без жизненно необходимых коммуникаций. Оставляют нас практически в такой вот ситуации. и общежитие может тоже свое обращение сдать конкретно по своей теме. Все, только до этого я так понимаю. Дает уже обращение. Сергей Сергеевич передает обращение. Как мне вот эту корреспонденцию... Нет, я... Я собирался сдать в окно. Куда-то еле было. Может, не оставить здесь? Вот этот попер. А, смотри. Даже заказчик приложит? Да. Можно вас... Оригинально. Я вот... В Госдуме другая система. Я здесь первый раз. Здесь просто надо щель бросать. Тогда я начну с того. Давайте. А я вообще не буду. Вот. Если кто-то хочет снять, пожалуйста, снимайте. Я даже догадку придумал. Что дальше? Георгий, сначала выбрать. Соберите вместе обращение от жителей. Вместе с офисом. Да. Не принято. Вот. А. Давайте. Сначала мы их переслимем, чтобы зафиксировать. Я-то думал, мы сможем их скопировать там. И нам оставят. Ну и здесь другая система. Хорошо. Сейчас мы все организуем. Сейчас мы прибавляем. Нормально. Это нормально. Да? На этом. Это есть. Давай. На. Очень, что угодно. Все. Его. На. 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 Сейчас сначала директор... Нет, есть на нем сложительный... Сначала текст... Текст у вас врезать... И вот... ... 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 Сейчас, секунду, да, спасибо. Так, вот торжественный момент. Подписи сдаются в таком вот экзотическом варианте. А это что, даже в планшетах прокалиться, то же самое. Я в папке сдаю свое обращение в Валентине Ивановне. И теперь мое послание. Попов еще раз напоминаю, о чем речь идет. Это чтобы было видно, лучше видно. Чтобы не сказали потом, что у нас очень мелкие картинки, и их никто не смог разглядеть. Я вот прямо подписал, от кого, кому. Поэтому мы сейчас аккуратно это складываем. А, можно поставить? Хорошо, сверну. Я надеюсь, что все передадут. Товарищи из вас жиркомбината, подойдите на минуточку. Так, теперь, подождите, пожалуйста, сейчас, вас жиркомбинат сейчас подойдет. Если есть обращение от отдельных общежителей, от отдельных людей, пожалуйста, сюда несите в ящик и засовывайте в ящик. Или я засовываю. Возьмите, пожалуйста. Спасибо. Сергей Сергеевич, а сколько всего общежитий в Москве в такой ситуации? Я так понимаю, что около 50-ти. И это несколько тысяч семей. Почти под 100 тысяч семей где-то так. Последние цифры, которые нам озвучивают. Активисты департамента городского имущества сильно занижают. Но я ему не верю. Кроме того, он утверждает, что господин Гаман, что они работают по расселению общежитий. И якобы даже в порядке реновации два общежития куда-то переехали. Когда назвали конкретные адреса, я понял, что это в район. Да, ряд общежитий включили в программу реновации, но никого не переселили. То есть это пока все на словах оставалось? Пожалуйста, 9-я парковая. По-моему, дом 64, если не ошибаюсь. Обещали переселить по программе реновации в соседний дом. Дом построили в соседний. Хорошая, прекрасная высотка. Их не переселили. А сказали, что в 1933 году, пожалуйста. Сказали пенсионерам, которым под 80 лет. Там большинство таких живет. Что их в 1933 году пересели. Поэтому вокруг этой темы абсолютный цинизм царит. Вранье чиновничье. Полное хладнокровие, равнодушие по отношению к этим людям. Их не существует. Про некоторые дома, где живут люди, бывшие общежития. Чиновники мне говорят, что этих домов нет. А их нет. Их даже включали в цартовые дома, площадки для реновации. Дом с живыми людьми. Они включались, что все, его приходится, носят и все. Потому что их не существует. А люди куда? Это их не существует. Нет человека, нет проблемы. Знаете, классика. Как раз формировать департамент. Это большой вопрос. Для этого я должен стать мэром Москвы. Все. Мы за вас. А вы будете мэром блокироваться, нет? Буду. Вы когда у вас не существует? Мы за вас. Мы за вас. Мы за вас. Мы за вас. А, ко мне, пожалуйста. Спасибо. Это вашего дома не существует в природе? Нашего тоже. А какой адрес? Проспект Будённого, дом 16. А что? Там живут жители, вернее работали, люди и работают. На заводе салют, авиационные двигатели. Мы делаем для военных самолетов. До сих пор? Да. И нашего дома нет. А может быть он просто секретный? Ну, не секрет. На картах Москвы он не существует. И мы вот... А мы есть. И пытаемся добиться... Ну, по документам там никто не живёт? Я просто не очень понимаю. Там живёт 5 семей, а на самом деле 100 человек где-то проживает. А так 5 семей. Вот. Мы хотим, чтобы хотя бы с нами заключили соц.найм. А чтобы соц.найм, нужно зарегистрироваться и иметь ли с собой счёт, которого нет. А лицевой счёт что-то? Он должен тот с нами быть. И вот этот круговорот большой. Спасибо. Как Вы можете заставление кольцам бывших общежитий жилья, потому что многие общежития просто отключают от энергообесмещения, от газа. Приставы населяют домами, семенами, подвездами, зимой, пандемией. Нарушают все конституционные права, цирковую статью, конфигурации и всевозможные вообще законы человеческие. А это не с вами случайно мы у приёмной Толстого ходили? Да, со мной выходили с приёма Толстого. Спасибо огромное за огласку. Сегодня я тоже от очередника в Москву подала заявление от семей многодетных, которые находятся в жуткой ситуации. Одна семья её уже выселили, и они вынуждены снимать жильё в Подмосковье, в городе Видное, с тремя несовершеннолетними детьми. Департамент госимущества не ставит их на жилищный учёт, потому что они уже не являются, у них нет московской прописки. Им не было предоставлено из жилищного фонда ни временного жилья. Государство никакой поддержки многодетной семье не оказало, просто выселило судья в сугроб многодетную семью. Ситуация острая по Наталье Дубровиной и Кухмистерова, 18. Приставы продолжают терроризировать. Наталья выявила подлог документов в МФЦ. Департамент госимущества забрал её документы. Департамент госимущества нужно убирать всё руководство, которое просто проедает бюджетные деньги, получая зарплаты. Очередники стоят более 20 лет, это тоже нарушение закона. В законе прописано, что больше 20 лет люди не могут состоять на жилищном учёте. На сайте официального мэра Москвы очередники НВС, нуждающиеся в содействии, раньше стояла цифра 12 тысяч. У нас есть принтскрин. Сейчас там стоят нули, это порядка 50 тысяч семей. Куда их делят? Обнулили очередников НВС. Мало того, что сначала приняли 55-й закон, Орлов и Шапшников, депутаты Мосгордумы приняли этот закон и поставили очередников НВС в самый конец общей очереди жилищного учёта. Сейчас этой очереди по факту не существует, то есть людей просто выкинули, и очередники НВС остались за бортом. Но это человеческие судьбы, и пора этому беззаконию положить конец. Сегодня я подала коллективную жалобу на руководство департамента госимущества, которые бездействуют, не принимают никакие меры по социальной поддержке. У нас ещё, напомню, социальное государство, и объявленное указом президента десятилетие детства должно вообще как-то защищать детей, особенно из многодетных семей. — Спасибо вам за огласку! Пора положить конец этому беспределу! — Спасибо вам большое! — Спасибо! — Спасибо! — Спасибо! — Спасибо!